Здравствуйте! Добро пожаловать в Екатеринбургский дворец игровых видов спорта. Сегодня здесь первый матч женской баскетбольной премьер-лиги. Национальное первенство возвращается и на Средний Урал. Стартовало оно в Акурат в первый день октября. Но вот 10 дней понадобилось ему, чтобы болельщики УГМК увидели сегодня действующих чемпионок России, победительниц Евролиги и победительниц традиционного международного предсезонного турнира Кубок УГМК. Уже три встречи Лисицы провели, все три выиграли. Сегодняшние соперницы УГМК, Московская Динамо, тоже пока не знают поражений, хоть и сыграли на одну встречу меньше. И состав Белоголубых, которых уже бессменно четыре сезона возглавляет Владимир Штамм, вот он на ваших экранах. Камилы Нацицекайты, Варвара Псарева, Анастасия Пасынкова, Наталья Потемина, Виктория Соловьева, Кэти Эпзари, Екатерина Рябова, Ксения Тихоненко, Татьяна Коровушкина, Александра Бантон, Ольга Сизякова и Ольга Воробьева, капитан команды. Ну а что касается УГМК, то здесь по сравнению с кубком УГМК есть одно приятное. Ну не то что изменение, но просто пополнение. Все мы знаем, что иностранные легионеры возвращаются в состав УГМК. Постепенно, по ходу того, как освобождаются в основном от выступлений в женской WBA, вот освободилась Эмма Миссиман. Она уже успела себя проявить в предыдущем матче УГМК в Ногинске, в котором набрала 10 очков. Помнимаем мы сегодня в составе Виктория Завьялова, Елизавета Комарова, Юлия Сорокина, Дарья Левченко. Так сказать, уже прошедшие солидный обстрел. Молодые баскетболисты, чуть позже о них отдельно поговорим сегодня. Ну и опытная гвардия, капитан Ольга Артешина, Альба Торренс, Ника Барич, Диана Нолан, Наталья Вегеру, Мария Черепанова, Анна Петракова и уже упомянутая Эмма Миссиман. Главный тренер УГМК, Ола Фланги, ему по традиции помогают Ольга Коростелева и Джен Мошек. Ну и вот на ваших экранах судейская бригада, ей сегодня возглавляют два арбитра ФИБа из Санкт-Петербурга. Антон Махлин и Яблутенко, и третий судья, арбитр первой категории Вячеслав Ухов из Омска. Ну вот. Примерно такая расстановка. На ваших экранах уже и стартовая пятерка московского «Динамо» видна. Да, каких-то 10 лет назад еще невозможно было представить, чтобы борьба за медали, да и конкретно за чемпионский титул, обходилась без бело-голубых. Но шли времена. Золотой состав, возглавляемый Еленой Барановой, Оксаной Рахматулиной, Элен Шакировой, Натальей Водопьяновой, постепенно распался. Ну и молодые спортсменки, конечно, сейчас не так еще пока дотягивают до солидных вершин. Ну и стартовая пятерка у ГМК. Ольга Артешина, Ника Барич, Диана Нолан, Наталья Вьеру, Эмма Мессеман. Здесь особо никаких сюрпризов нет. Центр, мощный форвард, два мощных форварда и двое маленьких. У «Динамо» достаточно мощная команда. Ольга Воробьева по 30-м номерам на позиции мощного форварда. В розыгрыше будет задействована Кетиры Эбзери, австралийский легионер, новичок «Динамо». Ее соотечественница Александра Бантон на позиции центровой. Как раз сейчас вместе с Натальей Вьеру она будет сражаться за спорный мяч при стартовом вводе в игру. Камила Нацицекайте из Литвы. Еще один защитник, еще один дебютант московского «Динамо». Ну и по 30-м номерам Ольга Воробьева на позиции форварда. Ну вот, собственно, всех я вам уже и озвучил. А, и Ксения Тихоненко, 14-й номер. Ну и тут Эмма Миссыман устанавливает рефорт скорострельности. Не всегда мы проверяем, как много требуется баскетболистам на то, чтобы открыть счет. Но готов поспорить, даже в мужской НБА трех секунд не всегда хватает. В начале, в концовке, пожалуйста. Быстрый ответ «Динамо» в Камне удался. Не забилась сейчас на Цецекайте с разворота. Ноланд уже начинает атаку. Против нее литовская защитница пыталась персонально отыграть. Барич туда вверх в борьбу на Наталью Вьеру. Но здесь выше оказались руки у Ксении Тихоненко. И таким образом она этот мяч перехватывает. Первый стил «Динамо», первая потеря у ГМК. Многовато потерь, что и говорит Лесец, допустили в матч с Оренбургской надеждой. Но в трех предыдущих матчах против Вологды, Казаночки и Ногинска там сложно было предположить, что у ГМК на протяжении всего матча будут возникать какие-то сложности. Там максимум один-полтора отрезка могли принести какое-то ощущение беспокойства и самим игрокам, и руководству, и тренерскому штабу. В принципе, все потом прошло по достаточно неплохому сценарию. Но вот и здесь Ульга Артешина еще одну очку. Ну, еще два очка приносит, еще одно попадание совершает из-под кольца. Тут же «Динамовки» вновь пытаются войти в зону. Персональная опека у ГМК. Правда, там еще в самой краске сразу три игрока. При этом «Динамовки» как-то не стремятся вбегать в этот участок. Они пытаются там как-то распределиться, что-то равномерно, более-менее. «Фолл» фиксирует арбитры. Неправа здесь оказалась в защите Натальи Вьеру. Но вот пока у нее два неудачных действия. Потеря и персональное замечание. Но, с другой стороны, там прошла неплохая скидка на Ольгу Артешину. Эсбери. Накружила всех. Ей можно сколько угодно находиться под кольцом. Ну и правила зоны, естественно, здесь нарушена. Мяч пересекает центральную линию. Вернуться за ним можно, потрогать можно. А вот дальше уже стоит отдать его своим соперникам. Ника Барич. Признанная в итоге МВП. У БУГ МК. Делал я тогда прогноз, что либо она, либо Торренс. Но, видимо, четыре трешки подряд от Мики. Они оказались результативными. Оказались более решающим фактором. Ну и здесь Эмма Миссыман со средней. 6-0. Ну и две минуты истекают. Динамовская команда пока в атаке особо ничего продемонстрировать не может. Ну, на индивидуальную игру все сбивается. Очередной неподготовленный бросок на Цицикайте. Ну и вот только здесь удается Эбзере взять подбор и забрать. И вслед за ним еще набрать два очка. Кэтира Эбзере, ну, пожалуй, самая интересная представительница нынешнего состава московского Динамо. Участвовала она в составе сборной Австралии. В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Отыграл там все матчи от свистка до свистка. Ну, естественно, уходя, а передохнул на какое-то время. Олимпийские игры, которые блестяще для сборной Австралии проходили, и так неожиданно и неприятно завершились. Выиграно было пять встреч в групповом турнире с нулем поражений. А потом драматичнейший четвертьфинал со сборной Сербии, когда зеленый континент в концовке уступил всего лишь два очка. Ну, сборная Сербии в итоге дошла до бронзовых медалей. Финал оказался предсказуемым. США, Испания, ни Франция, ни Австралия так должного баскетбола показать не смогли. Во всяком случае, в матче за третье место Сербии с француженками разобрались очень уверенно. Ну, а здесь Мамисеман со средней мажет, пытается Наталье Вьеру борьбу навязать на сервис. Ей это худо-бедно удается. От Нацицекайта она, конечно, отлетает, но Камила последним сейчас мяча и коснулась. Литовская защитница Диана Нолан. Ну, вот так вот менялись они с Никой Барич передачами, а сейчас еще и позициями. Ну, и Мамисеман снова временно так смещается из-под кольца на позицию центрового, на позицию форварда. Тут же уходит на второй номер. Затем вместе с Дианой Нолой, они здесь двоечку пытались разыграть. Диана с прыжка бросала. К тому же, там уже время на атаку завершалось. Промах 6-2. Есть шанс у московского Динамо еще подтянуться со средней дистанции. Сымитировала сначала бросок. Сейчас Ксения Тихоненко подняла в воздух свою оппонентку. Избавилась от нее, ну и затем уже без сопротивления по кольцу бросала. Обратила сегодня внимание на разминки предматчевой, что Динамовки очень много тренировали именно броски со средней дистанции. Ну, у ГМК, естественно, комбинации самые разнообразные. Пропробовала Полов Ланге персонально. Какое-то время поработал с Дианой Нолан. Отрабатывали они броски из-под кольца. Причем тренер забил. Диана Нолан промазана. Потом Ланге отправился уже готовиться к матчу. Нолан же еще какое-то время разминалась. Ксения Тихоненко набрала два очка. Получила персональное замечание. И первая в сегодняшнем матче отправилась отдыхать. Вместо нее Бантон вышла. Так что теперь австралийский легион Динамо в полном составе на площадке. Не прошла сейчас вот эта атака Ольги Артешиной. Зато скидка на Нику Барич. Нолан здесь в высоком прыжке одной рукой. Этот мяч пришлось доставать. Секунды буквально там оставались у Артешиной на бросок. Успела Ольга от мяча избавиться. Вьеру молодец. Подбор выгрызла. Хотя там с двух сторон на нее сейчас налетели. И Варвара Псарева. И еще одна Динамо, потому что не успела заметить кто именно. Ну а тем временем Ольга Артешина из другого угла бросила трехочковый. И на сей раз точно. 9-4. Падает Нолан. Но здесь арбитры на это никак не реагируют. А повреждения там между прочим есть. Ох, выплевывает мяч кольцо после броска Псаревой. Сама же Варвара успевает на подбор. Удивляясь, как это так все легко. О, ну а вот здесь Бантен уже Наталью Вьеру ничем не запугала. Видимо, сделала грамотно Наталья выводы. После своих промахов перестроилась. Здесь чуть-чуть не повезло им и миссымам. Не стал мяч в кольцо проваливаться. Подбор за Ольгой Воробьевой. Но вот уже побыстрее заиграли. Тихоненко там, видимо, какие-то небольшие проблемы были. Потому что уже сейчас она снова готова войти в игру. И здесь все-таки фиксируют арбитры. Фол. Фол Диане Нолан, хотя там миссыман. А нет, у меня все правильно с этой камеры видно, что Нолан там неудачное движение рукой сделал. Ну вот и меняет ее как раз Олаф Ланги. Выпуская Альбу Торренс. Это означает, что сейчас побыстрее ОГМК должен заиграть. Ну и появляется игрок, чей бросок абсолютно опасен с любой точки зрения. С любой точки. Ну а уж если Альбе, не дай бог, скорость набрать. Следующий появится Анна Петракова. ОГМК это значит, что еще и давление сейчас усилит. Ну, у меня сама свои 4 очка вот в эти 6,5 минут набрала. В принципе, думаю, отчасти сама собой может быть довольна. Правда, 5-очковое преимущество может быть не совсем то, о котором мечтал Олаф Ланги. Но нужно понимать, что и здесь еще состав не совсем оптимальный. Ну и Динамовки, как и любая другая команда, поначалу они достаточно свежо смотрятся. И здесь еще физические кондиции они примерно равные. Индивидуальное превосходство, оно начнет проявляться чуть-чуть попозже. Не забилось сейчас на Цицыкайте трехочковый, но уже три подряд подбора в нападении. Москвички забирают и один из своих мячей они как раз в такой ситуации забили. Ну, Вьеру там уже просто как скала стоит, все в нее прилетает. И с полу Наталья подбирает, и верховые. Ну, а здесь Альбе Торренс просто-напросто расчистили дорогу к кольцу. Ну, если посмотрим повтор, там можно увидеть, как словно чем-то напуганные разбегаются от нее в разные стороны баскетболистки Динамо. Конечно, Альба это очень мощный игрок, но в конце концов ее можно попробовать остановить. Во всяком случае, хотя бы попытаться. Но вот здесь Петракова с Артешиной в защите не разобрались, кому держать. Ксению Тихоненко, еще два очка. Так что более-менее пока Динамовки держатся. Ну, а здесь не дали Наталье Вьеру Алиупом завершить вот эту комбинацию с Никой Баричей. Пусть это не тот Алиуп, который мы любим, который ждем и ценим в мужском баскетболе. Понятно, что тут слэмданг в такой расстановке очень сложно забить. Но попытка не пытка, а попытку-то Наташу Вьеру как раз и лишили сейчас. Сейчас, отбив ей руки, сделала это Ксения Тихоненко, у которой второе замечание. Ну и отчасти оправданно, потому что руки отбила так, что первой штрафной Вьеру забить не смогла. О, а тут вообще недолет. Насколько я помню, так штрафные Наталья Водопьянова в свое время не забивала. Причем как в Динамо, так и в УГМК. Ну, как же это было давно. Сохраняется пятиочковое отставание у Динамо. У ГМК, тем временем, Дарья Левченко появилась под девяносто девятым номером. И со средней дистанцией Ксения Тихоненко тем временем еще один мяч забивает 11-8. Не берет, кстати, пока Владимир штамм таймаут и, видимо, предвидит, что могут они ему в дальнейшем понадобиться. Ну и, в конце концов, первый рейд Альбы Торренс к кольцу. Вот такой бак плотный, а бегом закончился тем, что Альбу просто уложили. И вот здесь, если бы не выскользну мяч из кольца, ведь бросала-то Тихоненко наверняка. Но на подбор там рассчитывать было сложно, потому что сразу все игроки лисит за рибаундом кинулись. Ну и здесь Альб Зарифул, судя по всему, третье замечание. Ну, собственно, по три фола у обеих команд. Мессеман возвращается. Выгол вместо Натальи Вьеру. Левченко, судя по всему, Артешину заменила. Вот таким образом только Барич осталась у ГМК из стартовой расстановки, кто еще сегодня не менялся. А вот как раз Ника легка на помине. Торренс, но тут либо с Петраковой забегание, либо там Мономессеман. И это открывание, в принципе, тоже не помешает. Ну, а у Шулевченко-то бросок трехочковый поставленный. Вот хотя бы за то, что у этой баскетболистки всегда есть дежурный трехочковый в кармане, убежден Олаф Ланге и в дальнейшем в более серьезных матчах будет на нее рассчитывать. Хотя, конечно, выдержать конкуренцию после возвращения Стоурази, Грайнер, Литтл и Доливер будет очень и очень непросто. Ну, в любом случае, если кому-то из девчонок Вике Завьяловой, Лизе Комаровой, Юле Сорокина и Даша Левченко это удастся. Причем удастся успешно. Я думаю, от этого выиграют практически все. Ну, во всяком случае, легионеры точно возражать не будут. Может быть, как-то еще это их более мотивирует, они что-нибудь еще придумают. Динамо в атаке, Тихоненко по углам мяч гуляет. Попыталась Мейсаман сейчас шлепком даже уже остановить Эбзари. Вы сами видели, по какому месту ушла от нее Стролика, не забила. Ну и Альба здесь что-то перемудрила, причем перехитрила саму себя. Ну и Эбзари нужно было бы только ее заблокировать. И никакой помощи там уже Торренс ниоткуда не дождалась. Элементарный, спорный. Очередь владеть мячом сейчас ДМК. И шесть очков преимущества у Лисиц остается двузначным перевесом. И сегодня им сделать так и не удалось. Басынкова тем временем появилась у Динамо на площадке. Ну, уж там понятно, что сейчас тоже свою колону начнет тасовать. Но тут Эбзари решила то ли в стиле пополукаса, то ли в стиле кари кого-то обыграть. А в результате не забила. Но нарушение арбитра усмотрели. Рябова уходит с площадки. Буквально пару секунд ее, собственно, штамп здесь выпустил. Вернулась Тихоненко. По-прежнему на площадке Эбзари. Ну и на ЦЦК это давненько не было видно, потому что она отдыхала. Тихоненко сегодня очень много на высоких мячах приходится играть. И вновь здесь немножечко не повезло. Бантон до последнего вела борьбу за мяч. И здесь ему в какой-то степени помогла Динамо в Камальба Торренс. Но вот в какой-то момент госпожа Удача, видимо, почувствовала, что если Динамовки не взятие кольца заслужили, то хотя бы уж не пропустить. Потому что ну все они сейчас сделали в атаке. И защита-то у ГМК здесь оказалась бессильна. Ну просто мяч не хотел никуда проваливаться два раза. Пасынкова. Меньше минуты уже тем временем играть в первой четверти. Слушайте, как динамично-то она прошла. И вот все-таки Бантон решила сыграть попроще. Это сработало. 14-10. Всего три баскетболистки набирают очки у московского Динамо. Ну, собственно, у ГМК только четверо. Так, у ГМК это пятый командный фолл, так что Динамовки сейчас еще штрафные будут бросать. Есть возможность еще чуть-чуть приблизиться. Вот как раз на на ЦЦК это правило и нарушили. 14-11. Ровно полминуты играть в первой четверти. Таким образом у ГМК полноценная атака. Но у Динамо все равно на секунд 10 на ответ хотя бы останется. Ольга Воробьева вместо на ЦЦКайте. Ну, пытается вот такой ротации, что лишь там поддержать какой-то своеобразный ритм. Потому что уже одних только обратных замен он четыре произвел сегодня. Ну, либо может, чтобы посвежее выглядели его баскетболистки. Но оставлять Дарью Левченко вот так вот одной, даже не на периметре, а уже фактически в усах, это очень непростительно. И об этом наверняка сейчас будет сказано во время разбора полетов. Ну, а пока последняя атака. Выбросить-то успевают, но попаданием это все не увенчалось. 16-12. У ГМК выигрывает после первой четверти. Ну, и пока игра идет достаточно равная, такая нервная. Много смазанных попыток, много потерь, много волнения. Но пока преимущество однозначно отдать нельзя никому. Максимум любви. Легкие осенние поцелуйтесь. Еее. Правила здесь гид и безопасность. Госпам. Это не всегда прием праздновать. Давайте сейчас так не более традиционно. Есть когда. Поехали еще. Еще. Хорошие наши. Еще сладкие парочки. Опа. Вот это реактивный волосы. Госпам. Есть каста. Слава все поцелуй. Вот. Палгаркаш на лоб. Поехали еще. Ребята, если вы не знаете, как посмотрел, как у тебя не стоит. Давайте еще кого-нибудь зайдем. Ну, как считайте, когда мы учились. Как считайте, когда мы учились. Как считайте, когда мы учились. Ребята, будучи, вы помните. Вот. Есть каста. Еще. Еще сладкие парочки. Вот так. Хорошо. Еще. Еще успеваем. Ну, что думаете, долго? Ну, что? Быстрее с хорошей шаги. А кто прыгает? Давай, давай. Вот. Кто-то. А вот здесь. Финалочка, ребята. Финалочка. 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 Кошка. Финалочка. Финалочка. Ну что, вторая четверть. Началась матч у ГМК «Динамо». 16-12. Лисицы пока впереди. И Ника Барич, Диана Нолан, Ольга Артешина, Мамисыма, Наталья Виеру. Так, почти что полностью к стартовой своей пятерке Ола Фланги вернулся. Но, судя по всему, в ближайших матчах на это сочетание ему как на основное придется рассчитывать. И Ольга Артешина тут же еще одну трешку забивает. 19-12. Ну вот насчет дальних бросков у ГМК можно попытаться сегодня оторваться, поскольку у «Динамо»-то они не особо летят. Но вот Ольга сказал и прилетела от Ольги Воробьевой. Обмен дальними попаданиями капитанов. Вот под таким знаком прошли первое 30 секунд второй четверть. И тут же Ника Барич выводит у ГМК уже за отметку 20. Грубо говоря, очко теперь у Лисиц. Ну и в шестибальном расстоянии отставаний по-прежнему «Динамо» более чем отыгрываемое и более чем удобоваримое. Вот только у Ксении Тихоненко бросок по-прежнему не идет. Больше всего она бросила по кольцу сегодня в этом матче. Ну и в результате только шесть набранных очков. С одной стороны в команде самая результативная. С другой не слишком ли часто нагружают ее. Понятно, что многое зависит сейчас от Ксении Тихоненко. Ну вот смотрю я на ее статистику в предыдущем матче против Спарта НК из Битного. И там она больше всех провела времени на площадке почти 32 минуты. И за это время набрала 18 очков. Вторая по результативности там была Эпзоли 15. Тихоненко, кстати, в предыдущем матче забила все свои штрафные 6 из 6. Ну а что касается УГМК, то в предыдущей встрече с Ногинским Спартаком, которую Бесица выиграли достаточно уверенно, уже в первой четверти по сути дела решили все вопросы. Там 23-7 горело на табло к первому перерыву. Ну, собственно говоря, Ногинск даже не качественно, он количественно сопротивление оказать не сумел. Там всего 8 баскетболистов участвовали в этой встрече. Ну и куда бедно только Марина Криволапова ту самую 21 очко набрала. У ГМК отмечу 11 очков Елизаветы Комаровой. 6 баллов Дарьи Левченко. Ну и Виктория Завьялова отметилась двумя очками, двумя подборами. Ну а самыми результативными стали Ольга Артешина и Мария Черепанова. По 13 очков Черепанову сегодня Олаф Ланге пока еще не задействовал. Но с другой стороны есть достаточно большой же игровой опыт сегодня у Натальи Вьеру. Ну и Ольга Артешина по-прежнему ведет команду за собой. Эмма Миссаман бонусный штрафной сейчас готовится исполнять. Успела она забить перед тем, как Владимир Штамм созвал тайм-аут. Ну сбить прицел Эмми он не сумел. Да, собственно, на это наверняка и не рассчитывал. Выход из-под прессинга. Бантон тут же в одиночестве. Да там, в принципе, можно было спокойно сейчас за периметр заходить и даже бросать со средней. Достаточно серьезную позиционную ошибку сейчас Диана Нолан едва не совершила. Возможно, потом при просмотре видео она это осознает. Но здесь все-таки забивает Бантон из средней зоны. И, кроме того, там еще бонусный штрафной сейчас она пробьет. От Оливьеру получает персональное замечание. Она у нее второе. Но, на все-таки, в случае Олаф Ланге решил ее поменять. И выпускает Анну Петракову. Вот Левченко дал Ланге почувствовать свой бросок. А у Альбы Торренс в первой четверти игра явно не заладилось. Всего два очка, при этом две потери и еще один смазанный бросок. Ну, персональное замечание только одно. Но понятно, что это не статистика Альбы. С другой стороны, понятно, что однозначно такие же матчи, как, допустим, в непобедном для УГМК финале Евролиги 2014. Не за УГМК она выдавать не может. Зато Анна Петракова очень хорошо сейчас заняла позицию. И после передачи Ольги Артешиной под уги отправляет мяч в кольцо. 26.17. Но вот куда бедно приближается лисица к тому, чтобы все-таки сделать свое преимущество двузначным и начинать уходить в отрыв. Ну и вот сейчас определяющий отрезок и для Динамо. Сумеют уцепиться? Сумеют как-то, ну хотя бы на расстоянии там очков, даже 8-6 удержаться? Ну, значит, продержатся еще в игре какое-то время на плаву. Но только для этого не нужно нарушать правила в тот момент, когда игрок уже с мячом расстается. Ну вот напрямую Нолан сейчас забить не дали. Но ведь и с линии она может попасть. Тем более Нолан не участвовала в предыдущем матче против Ногинского «Спартака». А Диана Нолан не из тех, кто подпадает под лимит на легионеров. Если кто не в курсе, у нее российское гражданство. Так что было время отдохнуть, восстановиться. Ну а у нас очередная замена. Нику Барич сейчас поменяла Елизавета Комарова. Очень неплохое она провела матч против Ногинска. Там помимо 11 очков еще было 4 подбора, 3 передачи. Ну а Нолан тем временем 2 из 2 и плюс 11 уже у ГМК. В свою очередь Динамо сейчас крайне важно забить вот в этой атаке. Неважно каким способом. По сути дела матч начинает обретать свою такую исходную линию вот именно сейчас. Вот в эти ближайшие 2-3 минуты второй четверти. И Динамовкам удается хотя бы с мячом закрепиться под кольцом соперника. Вот сбоку. 7 секунд у них еще на бросок. Воробьева, ну там все перекрыты. Только через Австралия к играть. Банту надает на Эбзоре. Ну то и вообще всего ничего. Успевает на ЦЦК это бросить. Но если б мяч коснулся конструкции щита, оно собственно говоря, что правило объяснять их. И так все знают. Ну вот худо-бедно без Ксении Тихоненко не обойтись. Но проблема в том, что у нее уже три персональных замечания. Поэтому пока не стремится Владимир Штамм рисковать. Может быть и из кожи вон лезть у его команды сейчас здесь задач в принципе нет. Хотя, конечно, обыграть УГМК в Екатеринбурге, ну или хотя бы навязать сопротивление. Там не первые 5 минут, а хотя бы там 2 с половиной или хотя бы 2 четверти. Это уже серьезно. Плюс ко всему лисицы еще много мажут сегодня. Вот сейчас Лиза Комарова берет свой первый подбор. За молодыми баскетболистками слежу. Как-то особенно внимательно. Ну в спортивном плане, естественно. Но здесь и опытной Ольге Артешиной тоже досталось. И на Цицикай-то в проходе не забивает. Ну там ее Бантон постраховала сзади. Здесь уже австралийка промазать не имела права. Ну собственно говоря, Бантон вот и забивает-то сегодня. Только из-под кольца и только в упор. Когда там для нее отчасти расчистят пространство. Ну где-то она сама своим мощным корпусом поработать успевает. Торренс вновь в игре. Посмотрим, какова ее вторая смена. Она будет первую после того великолепного прохода, когда перед ней все расступились. Ей лучше бы не вспоминать. А тут второй подряд перехват. Теперь уже Петракову обокрали. Австралийки. Но здесь Эбзори откровенно пожадничала. Не стала давать передачу Бантону, уже забегавшей в пустое кольцо. Ну может просто выпрашивала здесь откровенно фул Дианы Нолан. Ну выпросила. Не думаю, что она чего-то этим добилась. Здесь два штрафных с другой стороны, в принципе. Любое очко-то сейчас тоже на вес золота. А что, она там руки успела поднять? Я вот сейчас внимательно повторю этого дизода, смотрю. Ну, в любом случае, у Олафа Ланг, если что, есть тайм-аут. Эбзори не такой уж и стабильно забивающий со штрафных. Ну хотя в предыдущем матче против Лидного она попала 9 из 10. Трешек у нее не было. Ну и 15 очков плюс еще набрала с игры. Ну там опять Тихоненко была достаточно хороша. Ну вот фактически до экватора первой половины этого матча мы с вами добрались. То, что УГМК повела в счете, это в принципе ожидаемо. То, что динамовки до сих пор сопротивляются, где-то даже царапаются, кусаются, это приятно. Ну а то, что УГМК пока не так уверенно играет, это объяснимо. И с другой стороны, если в матче есть интрига, это и нехорошо. Во всяком случае, думаю, мало кто возражает. Тем более октябрь и так насыщенный получился. Хоть предыдущие соперники УГМК в классе уступали, но все равно играть на выезде 4 матча. Там еще ведь кубковая была игра в Самаре, в которую Лисицы также выиграли. И теперь вот на четвертый финал и кубка их соперником будет Спарта НК из Видного. Тут, кстати, первая выездная игра на подмосковной территории, она уже тоже не за горами. Она состоится до вот уже в этот четверг, 13 октября. Потом УГМК возвращаться домой, играть с Кенесеем. А потом лететь во Францию на матч Суперкубка Европы с Вильнёв-Даск. А еще через 6 дней уже в Саламанке с Авенидой встречаться. Представляете себе, график-то достаточно мощный. Каким бы суперкубок ты ни был, это очень непросто. А в любой вид спорта и баскетбол, в том числе, играть все-таки не имена, не титулы, а люди. Сработал таймаут Олафа Ланге. Только один из двух штрафных сейчас Эбзори реализовала. Но из минус 10, хотя бы ненадолго, ее подругам по команде выйти удалось. Интересная сейчас дуэль двух маленьких. Настя Пасынкова против Лизы Комаровой. Петракова корпусом там оттирают. Приходится Комаровой снова идти вперед. Вот и зарабатывает она на себе фоу. Навязав борьбу, вновь выпускает штамм Воробьеву, меняя Эбзори. Такое ощущение, что штамм сегодня решил за каждую мельчайшую провинность и за каждое действие со знаком минус кого-то менять. Вот забила Тихоненко подряд два. Тут же сфалила и никого не колышешь, что она там делала. Убираешь и все. С трудом забила Петракова. Такое ощущение, что Аня сейчас ожидала, когда на ней сфалят. Потому что передачу Торренс его дал очень хорошую за спину. Там защита Динамо откровенно не успевала. Ну и Петракова, видимо, решила оторваться по полной программе. А может как-то и отомстить, потому что ведь ее тут пару раз обокрали очень нехорошо. Один раз прям высокий мяч из рук выхватив. Ну а здесь Анна уже настолько была уверена в своем попадании, что даже не глядя отправилась отрабатывать в обороне. Замена Вьеру вместо Артешиной. 31-20. Ну вот снова двузначное преимущество у ГМК. И еще пять с половиной минут играть во второй четверти. По-прежнему Динамо в кипец Тихоненко. По теме на впервые вышло. И вот сейчас со средней дистанции через руки Петраковой не забивает. Подбор Альбы Торренс. Чуть-чуть на Ци Цикайда там не успела. Ну и здесь Альбу ей тоже удержать не удалось. И фол. Фол дают как раз по теме на это четвертое командное замечание у Динамо. А в любом случае бы пробивной, потому что здесь, скажем так, последнюю надежду только по теме задействовало. Ну вдруг у Альбы не полетит. Но мы сейчас посмотрим, полетит или нет. Потому что, по сути дела, Альба сейчас только свой третий бросок будет совершать. Не прилетело. Есть еще одна попытка. Один из двух. 32-20. Хороший пас на Банта. Но на сей раз она не забила. Отчасти, конечно, виновата в этом Наталья Виеру. До последнего там сейчас Эбзери боролись с Ольгой Воробьевой за этот мяч. Спасти его, тем не менее, не удалось. Когда Эбзери успел на площадку вернуться? Слушайте, ну уж там сегодня какую-то вообще технику применяет. Не, ну я, конечно, понимаю, что в баскетболе быстро и часто иногда производят взамен, но не настолько же. А с другой стороны, может быть, благодаря этому Динамо удается сейчас худо-бедно вот опять же оставаться в игре. Но, правда, намазали уже в последнее время много. Петракова не стала бросать. Дождалась, пока кто-то из свободных окажется. Виеру, ну здесь. А вот здесь Петракова немножечко перемудрила. Ведь забегала под кольцо и, в принципе, видела, куда там мяч приземляться будет. Но чуть-чуть с повтором. Не разобралась. Не ту траекторию выбрала, не ту точку приземления. Времени достаточно сейчас у Динамо в этой атаке. Но Эбзори решила все в раннем нападении сделать. А в результате скидка на пустую Анастасию Потемину. Ну и здесь Настя все-таки на Наталью, прошу прощения, Потемину. И здесь Наталья попадает. 32-22. Вот только сейчас Тиханенко отправляет к судейскому столику штамм. Здесь теряет мяч Наталья Виеру. Не удается зафиксировать его центровой ОГМК. Очень много сегодня ошибок и стою с другой стороны. Все-таки видна какая-то определенная нервозность. Пока ясно, что как минимум одной-двух стабильных смен Я пока не могу даже назвать ни одной баскетболистки, которая их провела. Ну практически без каких-либо ошибок. Ну может быть Ольга Артешина еще только. И Эбзори. Тиханенко ошибается. Ну вот за этим что ли ее выпускал Владимир Штамм. Я честно говоря не могу понять. Альба Торренс на ему Мессеман, которая заваливает мяч через руки. Здесь Тиханенко их просто не стала уже направлять на бельгийскую центровую. Потому что 4 фола еще до большого перерыва это многовато. Ну а здесь Мессеман вроде бы чисто защищалась против Ольги Воробьевой. Но мяч все равно от нее ушел за пределы площадки. Ну здесь даже до броска дело не дошло. Там Виеру и Торренс уже просто в воздухе этим мячом жонглировали сейчас. Даже не веря, что он им так легко достался. А Ника Барич в свою очередь не забивает трехочковый. Ольга Воробьева тут сначала чуть не теряет мяч на дриблинге. Потом могло ей светить двойное видение. Там арбитры уже по-моему даже звездок готовы были дать на Ци Цикайте. Скидка на Потемину. Вновь Камила. 6 секунд. Но тут уже нужно выбирать. Выбрала Потемину. Та бросила. И от подбора снова все разбежались. А Мессемана стала стоять. И мяч точно ей в руки прилетел. 34-22. Ну вот сами посчитайте сколько уже моментов не реализовали те и другие. И у ГМК могла бы сейчас вести с более комфортным преимуществом. Ну собственно говоря, плюс 14. По такой игре это тоже немало. А Мессеман, между прочим, уже 11-е свое очко набирает. Ну вот Мессеман набрала половину того, что сегодня все динамовки забили. Уходит Потемина. Уходит Торренс. Возвращается Артешина. Такое ощущение, что сегодня ставка у ГМК будет сделана вот именно на нужный бросок в комбинации. То есть здесь нужно разгадать, кому будет представлено право последнего броска. Иногда эта комбинация может быть импровизационной. Ну тут главное мяч задержать. Вот у Натальи Вьеру снова пошли необоснованные потери. Плюс здесь еще Диана Нолок слишком сильно на Артешину по Солану. И вновь Комарова на площадке. Ее вторая смена уже в этой четверти. Ну без фолов и без потерь Лиги, Елизавета, играешь-то уже немало. Сейчас главная защита. Ведь и в обороне у Ла Фуланги тоже важно всех проверить. Пробежка у Тихоненко. Ну там давно уже она. Он даже двойной. Есть двойное видение, а есть двойная пробежка. Но вот что-то подобное мы сейчас и увидели. Комарова и Барич. Нет, Лиза в итоге пошла вперед. Но, собственно, Динамовки и без прессинга сегодня почти действуют. Я вспоминаю финал Кубка УГМК, когда Надежда там вообще не выпускала иногда лисицы их половиной. Просто не выпускала, а мячи отбирала фактически под кольцом. Наталья Бельееву 38-22. Ну и сейчас уже нет смысла, наверное, Владимиру Штаму держать в запасе таймаут. И другой вопрос, на что конкретно он сейчас вот этот перерыв потратит. Либо все-таки попытаться как-то построить пару атак. Минута 27 за это время даже три атаки нужно организовать. Но здесь либо нужно выводить кого-то на бросок, либо не лезть в борьбу. Если давать в борьбу, там ослыхают всех. И Тихоненко, и Банков, и сколько еще мячей не забили. Ну да, Эпзери иногда через тюрьму много неоправданно и уберет на себя. Но что касается УГМК, то здесь, ну, и быстрый пас. Иногда, как минимум трижды, одна из баскетболисток участвует в атаке, но там либо дважды. Но все равно стараются на ранние нападения слишком большую ставку не делать. Другое дело, что сегодня много было потерь и ошибок при передаче. Иногда слишком сильных, иногда уже не говоря при проблемной сложности. С обработкой, но в конце концов, на индивидуальном мастерстве, и особенно под кольцом, естественно, все очень хорошо. Если у Динамо из-под кольца забивают в основном только Бантом, то у УГМК там уже и Артешина похозяйничала и Вегеру. Я уж не говорю про Эму Миссыма, насколько передач было хорошим. Сделали из-под кольца назад на центральную зону, откуда потом либо мощный форвард, либо атакующий защитник. В любом случае, УГМК мощный форвард сразу же забивал без сопротивления, потому что в основном такие комбинации завершали сегодня либо Ольга Артешина, либо Анна Петрахова. Возобновляется игра, впрочем, через минуту с небольшим командой уже на большой перерыв отправится Банда. Ну, тут только что чистый горшок ей Наталья Вьеру не поставила, хотя не исключено, что статистика этот блокшот зафиксирует. Фол на Ники Баричи, это уже пятая командная у Динамо, так что тут на броске, не на броске, но все равно штрафные Ники исполнять принес. Против чего, думаю, она особо-то и не возражает. Ну, пока стопроцентный результат на линии сегодня только Диана Нолан показала. Вьеру, Торренсову, теперь Баричи одна за другой стабильно мажут первой. Второй попала Ника. 39-22 и последняя минута второй четверти. Ну что, Эбзари сама атаку решила строить. А передачу в результате отдала не просто кому-то обдуманно, а просто потому, что свободный человек оставался. Где-то здесь арбитры касания у ГМК усмотрели. По-моему, там чистый мяч сейчас уходил. Не касаясь никого из баскетболисток в бело-оранжевой форме. Ну, как бы то ни было. Эбзари и на Цицикайта, ну вот им бы подольше покомбинировать, поразыгрывать. А в результате сначала плотная опека, а потом следует сразу же потеря. Бантон. Так, из такого далека она сегодня еще не бросала. Однако, вновь ей не удалось изменить счет на табло. У ГМК записывает очередной подбор в защите. Ну, секунд пять или шесть там чисто символических останутся на ответу Динамо. А может и побольше. Не забивают Лисицей. Вберет Воробьева подбор. Десять секунд. И великолепно перехватывает этот мяч Наталья Вегеру. Озирается там сейчас Лиза Комарова. Ну, куда ж ты передачи-то отдавала? Ведь видела же сейчас прекрасно. И Артешину, и Миссыман. Где они находятся? Ну, и тут уже бросать, наверное, нет смысла. Все. 39.22. После двух четвертей у ГМК дома выигрывает у московского Динамо. Большой перерыв. Большой перерыв. Продолжение следует... Субтитры онлечит. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 18 часов 30 минут Добавил DimaTorzok Дорогие мои, уважаемые господа снайперы, сегодня прогноз урисов северный ветер особо опасен, поэтому сегодня разбинаемся только с южными трибунами. Добавил DimaTorzok 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 Ну, это все на стол. Тренироваться надо, тренироваться. А уже ли, т.е. Утомил, ты ждать уже. Так, подожди, ты куда достал? Ты просто справил, не могу сидеть. Какой бы возможно? Да, я дружусь, что т.е. там еще. Так ждал, стоял. Держи. А что ж такое? Ну? Джентльмен. Это не тот вопрос, за которого надо удачивать за девушкой, если она в плане не получится. Есть кто-то девушку, в которую не получится попасть? Точно. Я же тебе дался в сторону. Что вы встали? Переживаете? Не бойтесь. Вас никто попадать не будет. Давайте. Ура, давай. Времени. Ты же с нами. Кто-нибудь. Оттуда, исталека. Что-то хватит за мяч идет. Ребята. А вы решили себе мячик оставить? Нет. Есть. Егор, как ремень проснулся. А я зашту. Я зашту хоть и крайнее касание. Последнее возможно, друзья. Два подскрайния поля у вас еще. Закрашение. Два слайдера, которые у меня уже нашлись. Спускайтесь прямо сейчас к нам. Давай. Победа была КСК. И последняя, финальная попыточка. Самое крайнее. Не нужно сильно любить. Сильно. Давай. Прикиньте. Может, в лучшем виде, кто нафрис на твоей проселе. Точно? Водвиг женщины. Водвиг. А я, грубо говоря, ждал, собственно говоря. Ну что ж. Прямо сейчас Анатолио. Потому что с декорождения будет мульминант. Анатолио. Дальше. Открываем меня. Замечachi Лона. Дальше. Репорт и автоматически стали победителем. Кто победил конкурс? Кто у нас? Вы. Поднимайтесь ко мне. Вы знаете, что на гражданин будет исключительно на этом фоне. Как вас зовут? Суша, как вырос, постырялась. Не переживай. Суша и Настя продолжают из главной силы флорей. Сегодня фиолетовый паркетинг спалтерлиса. Сад створил благословную активность. Спасибо вам огромное, что вы в нашей большой семье. Двигаемся далее. А можно я так не дружу? Я тоже не дружу. СМС-чат есть у нас сегодня? Мы так что есть. Что за вопросы? Без любви. Которые собирают всевозможные профилии СМС-чата. В смысле, не каждый матч. Поэтому даже если кто-то знакомится, я просто раздаю подарки. И кто-то даю за то, что вы победите в своем топочке. Спасибо огромное. Пускай вспомним, потому что у вас есть еще победители. Моукуса в одном классниках. Все это социальные сети. Вот они, одноклассницы наши. Вот, наконец-то. Я увидел тех людей, которые действительно сидят на одном классниках. Кабинутку получили. И получите обязательно подарки из главной сети. И получите ваши. Как вас зовут? Наталья. И Катерина. А кто из вас выиграл сейчас? Войер? А, вот это очень дело. Все, как бы больше фотографий, как больше сидите в социальных сетях, и вы помоложиваете социальных сетях вместе с нами. Спасибо. Спасибо вам обязательно на конкурс. С нами, где вы мои веки? Знаете, руки? Где вы? Точно руки и зоркие глаза. Не спустились. Я оставаю подарки у себя. Надеюсь, мне обязательно вас не прошу. Потому что вы самые помнительные воли после форума у меня. Но и вот в нашей рубрике «Интуиция» победила молодость, друзья. Кто у вас потом? Елисеюшка. Где-то у меня есть. Елисей. Где-то. А я только запомнил этот шокик-дорожочек, да? Папа, помнили мы, господин Елисея? Елисея получает приз за стрелкового футболу УГА, потому что по настройству забоевал его честно в своих «Интуиции». Точно. Где у меня? Устать за 30 секунд. Идите сюда. Я вас вижу. Идите, идите. Вместе со Скитлосом. Парина слышит, что на каждой тихонне, потому что ну чё? Ну чё? Сиди. Правда, кто тебя отрибует в УГА. Но ты молодец, что знаешь всех своих девчонок. Держи пятёрку. Как тебя зовут? Да. Варвару с вами. Да? Добавляйте слова Реманковой. Дружья обязательно. Рассказывайте ей свои истории. Как вам весело. Но у Генхар расскажет, как весело ей. Пятёрка, Майку обязательно. Спасибо вам, Варварочка, что ты с нами. Ну чтож. Остаётся 3 минуты и 53 секунды. Совсем чуть-чуть, поэтому готовимся. Возвращаемся на свои места. Самой зоной энергией нашей команды. Скоро начнём. Возвращаемся на свои места с войной. Ага. Продолжение следует... 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 Фол в нападении. Динамовкам, считай, очередной атаки не стало. С каким-то завидным постоянством они сегодня расстаются с ними. Ну, видимо, то ли не хватало уже физических кондиций, а то ли просто-напросто у ГМК быстро к сопернику пристрелялось. Ну, плюс еще было как минимум 4 нереализованных верных момента. Вот эти три слагаемых и приводят к тому, что у ГМК сейчас за 7 минут до конца третьей четверти на 20 очков от соперника отрывается. Издалека бросалась сейчас Барич, тем более там уже и времени оставалось не так много. Ну, а у Динамовых сейчас сложно кого-то выделить. Ну, вот на ЦЦК это пытается на индивидуальных действиях пройти, но вместе с тем и абсолютно никто не страхует. Хотя, по идее, защитник, которого играет Кэти Эбзори, она должна идти где-то там неподалеку. Ну, Эбзори, конечно, предвидела, что, возможно, там мяч сейчас перехватят и будет возвращение назад. Хорошо. Но вместе с тем Наталья Вьеру в краске абсолютно без всякого сопротивления мяч принимает. Ей там дают сейчас и обработку провести, только потом они, естественно, уже нарушают правила. Причем, что называется, задним числом Афол оказался пробивным. Ну, и, в общем, здесь еще хуже ситуация становится. Ну, а Тали Вьеру сегодня второй раз уже мяч до кольца не добрасывает. И пока не может забить с линии. Да, ноль из четырех. Но зато выиграли у нее четыре очка сегодня. Что там говорит персональная статистика Наталья Вьеру? Потерь-то ей так и не записали ни одной. Ну и четыре подбора. Снова динамовки не могут забить. Двенадцать очков они набрали в первой четверти и столько же набрали за вторую. Ну и вот фактически уже за половину третьей. Здесь фон в нападении у ГМК. Но станет ли это добрым знаком для динамов? Успел там штамм что-то объяснить на ходу Ксении Тихоненко. Но динамовкам это тоже неплохая школа. Потому что в этом сезоне команда по идее должна претендовать на что-то большее, чем просто выход в плей-офф. Во всяком случае, спарту ЭЦК она уже отсекла. И может теоретически ее опередить. Так что теперь все силы остается бросить на противостояние с Курском и Оренбургом. Правда и с такими командами тоже очень непросто цеплять очки. И для этого нужно в атаке как минимум хорошо действовать. А этого пока что не получается. Но правда у ГМК тоже не забивает. Воробьева. Может если у нее не летит издали. Тем более такой интригующий трехочковый с тройным подпрыгиванием мяча на конце. 44-24. Ну и пока ставки остаются верными. Может даже поставить вопрос так. Наберет ли Динамо 30 очков до конца первой половины. И наберет ли у ГМК Полтин. Во второй верится как-то больше. Смотрите, что творит Альба Торрен. Сама собой сейчас сыграла, перекинула мяч. И потом уже одной рукойчике не по волейбольному отдала передачу. Хорошо бы эту комбинацию сейчас завершить результативно. И не попадает из-под кольца Ольга Артешина. Там свалка настоящая. Высоропал этот мяч Бантон. Но с таким трудом его сейчас рябовой перевели. Эбзери. Из Артешина проходить не стала. Не атакуют. Васенкову. Просто выставили передние руки, чтобы там не было никакой возможности поднять мяч. Эбзери там забежала вроде бы в угол. Открытая. Но Бантон ее не заметила. И в конце концов выпросила на себе фол. Ну, это четвертое у УГМК командное замечание. Особых сложностей с фолами и персонами. Неково из игроков на данный момент я не вижу. Но тут еще и Бантон мажет. И там уже не скрывает своих эмоций. Варвара Псарева снова в игре. Один только забила сейчас Александра Бантон. Ну, и этого хватает ей, чтобы пока с семьей очками быть самой результативной в команде на данный момент. Барич. Дадут бросить. Нет, там закрыли сейчас ее достаточно плотно. Петракова только что появившаяся на площадке. Но вот пошла уже классическая игра УГМК с растягиванием соперника. С умением вывести на бросок. Тем более дальний кого-либо из открытых. При том, что там никакого сопротивления не будет. Ну, и Ольге Артешиной очередная трешка удается. Догоняет она Эму Мессыман. Которая, кстати говоря, еще после большого перерыва не забивала. Ну, вот может быть сейчас. Нет, не стала Эма жадничать. Играет в стенку с Никой Барич. Разворачивается. И получает на себе фол. А он уже пятый. Так что в любом случае сейчас Бельгинька пробьет штрафные. 47-25. Ну, и таймаут берет Владимир Штам. Решил, что если у Олафа Ланге удалось его подопечной взбить со штрафного броска, то, может быть, у него что-то аналогичное сейчас выйдет. Ну, а если это дело не выгорит, тут, в принципе, наверное, расстраиваться уже особо никто и не будет. У ГМК тоже пока в атакующем плане не блестяще действует в третьей четверти всего восемь набранных очков. Мочти пропущено, соответственно. Субтитры делал DimaTorzok Вновь вынужден Владимир Штам без Ксении Тихоненко обходиться, хотя она за вот эту короткую смену в третьей четверти четвертый фол пока еще не получила. Оставляет он на площадке двух маленьких Пасынкову и Рябову. Ну, видимо, сейчас делает ставку на опыт Псаревой, на эмоции и на умение Бантон давить соперника. Ну, а в розыгрыш на Цицикайте, которая сегодня лично мной в придумывании каких-то оригинальных комбинаций, да даже достаточно таких примитивных, но эффективных тоже замечено не была. Ну что, на полгавину сбить прицелами Мессаману Штама получилось. Она после таймаута тоже забила. Только один из двух штрафных, но хотя бы прервала свою голевую засуху, которая длилась, ну, 6 минут и 7 секунд, которые уже сыграны сейчас в третьей четверти. И что сейчас Рябову пыталась придумать? Вопрос, конечно, интересный, но мы не будем посвящать ему оставшиеся даже пару секунд, потому что ни к чему это особо не приведет. И вот сейчас Альба Торренс набрала скорость, и как раз нужный момент почувствовала это ММС Сымам, и передача-то сделала как раз набравший ход подруги по команде. Ну, а дальше снова задействует всех, снова растягивание, снова возможность вывода на бросок. Дарья Левченко на площадке появилась. По любому передаче могла быть сейчас и ей адресована, но Ника Барич решила завершить эту атаку самостоятельно, и в итоге трехочковый не забила. Завьялова сейчас впервые в этом матче появится на площадке, но если же там нет смысла удержать тайм-ауты, то Олафу Ланге аналогичное решение стоит принимать в отношении молодых баскетболисток, и вот сейчас Виктория Завьялова меняет Нику Барич. Вместе с Левченко они сейчас на площадке, ну что, сделает сегодня у Лафу Ланге хотя бы из трех человек состоящую пятерку. Ну, а вообще пока сочетание довольно-таки интересное. Две молодые, пусть Дарья Левченко уже не первый сезон в УГМК, и даже в Еврале, где она, по-моему, пару матчей там пару не успела сыграть, против опытнейших Альбы Торренса и Эммы Миссыман. Ну и Анны Петраковой, само собой. Петракова на Торренс, тут же решила ей помочь заслоном, а Альба-то заметила Завьялова и не стала Ника сразу бросать. Ну, а может и правильно сделала, потому что Торренс подождала-подождала, проследовала проникающая передача, и там уже Эмма Миссыман из-под кольца все сделала как надо. Ну вот он и полтинник, вот оно и ровно двукратное преимущество УГМК в счете 50-25. Рябова находит Тихоненко, Тихоненко находит Бантон. А нет, это была не Тихоненко, это была Псаревна. Но Тихоненко вот только сейчас на площадке появляется, легка на помине, вместо Бантон. Фалить больше уже никому нельзя, у УГМК 4 командных замечаний. У Динамо уже перебор давненько случился. Так что хочется надеяться, что Рвана игра перестанет быть в последние минуты. Затормозила здесь на ЦЦК Ридарью Левченко. Да, уж не думал наверняка Владимир Штам, что лишь в 3 очках исходу 3-й четверти наберет его команда. Проиграть УГМК в защите можно, но когда ты в нападении сам отдаешь сопернику матч, а впрочем эту тему мы уже неоднократно обсуждали по ходу наших предыдущих сезонов и репортажей. Просто ничего особо не меняется. Но здесь, наверное, и придумывать-то никто особо ничего не стремится. Воробьёва вместо Рябовой. Эбзари. Вместо Бантон. Тихоненко со средней. И Варвара Бсарёва из-под кольца не забивает. Ну, здесь подбор успевает Эбзари. Пригодится сейчас ей олимпийский опыт или нет? Бесстрашно бросается на неё Виктория Завьялова. Абсолютно не обращаю внимания на заслоны от Ксении Тихоненко. Тихоненко уже под кольцом, и здесь всё-таки удаётся и продавить опытную Анну Петракову. 50-27. Это восьмое очко Ксении Тихоненко. И сильно. Ну, здесь, здесь виноваты в равной степени обе. И дающий. Но и Завьялова тоже. Она ведь видела, что Артешина именно силовой передачей сейчас будет делать. Поэтому там шаг можно было сделать. И тогда бы мяч точно в руку лёг. Ну, там, правда, вопрос стали бы обработать или нет. Не забивает Эбзери. По-прежнему сегодня у Динамо просто кошмар с трёхочковыми. Да, собственно, совсем кошмар. Ну, вот под кольцом вроде бы наладили игру. Уже второй мяч подряд оттуда забивается на сей раз. Два очка Варвара Псарёва. 50-29. Но всё равно. Ну, вот как раз у ГНК Ровда полтинники набирает к исходу. Третьей четверти. И удастся ли Динамо разменять тридцатку. Завьялова из угла. Подбор взяла. Можно даже было не торопиться. Но там, правда, 14 секунд вместо 24. Но тоже нормально. А Завьялова снова в углу. И на сей раз, может быть, и зря сделала Анна Петракова, что не отдала Виктории передачу для второй попытки. Но смелость города берёт. И Завьялова очень даже прилично в эти минуты смотрится на площадке. А по её единоборству хотя бы с одной, так как Этерой Эбзери, уже может делать какие-то определённые выборы. Торренс против Нацицекайда. Но здесь очевидно, кто андердог в этой паре. Тем не менее, Камилу удаётся отбросить Испанку от себя. Сделать проникающую передачу на Ольгу Воробьёву. 5 секунд. Камила уже без сопротивления атакует. Подбор. И Эбзери там вроде бы и выиграла позицию. Но как же отлично опять поборолась против австралийский Виктория Завьялова. И она вернула у ГМК мяч. И лишает Динамо возможности провести последнюю атаку в этой четверти. Ну, если, конечно, сейчас лисицы не захотят всё решить в раннем нападении. Вновь Рябова вместо Нацицекайда. На ход сейчас Анна Петракова сделала Виктории Завьяловой. Передачу тоже достаточно грамотно. Пусть и скорость учится набирать молодой баскетболист. И так или иначе всё это полезно. Ну, а здесь Рябова не зря вышла на площадку. Когда ещё у тебя будет шанс сказать, что ты обокрала саму Альбу Торренс. Завьялова и Левченко в самой концовке уже все покинутые и брошенные атаковали с периметра. Левченко не забила из угла. Да, когда ещё можно похвастаться, что ты обокрал в центральном круге саму Альбу Торренс и в одиночку прогулялся до кольца. Счёт, правда, такой, что не особо-то Альба наверняка из-за этого переживает. 50-31 после трёх четвертей. Счёт, правда, такой, что ты обострел. Счёт, правда, такой, что ты обострел. И так, смотрите, она летит за 27 ноября. Здесь чёт, да, не только, уже здесь всё здорово. Она заслужена на трёх четвертей. Она 10 раз в трёх четвертей. На прекрасный обладатель футболиста России. Три раз в трёх четвертых клавах. И три раз в трёх четвертых клавах. В детстве ходила в бассейн. И люди, которые работают в свет. В прошлом сезоне провела на пакете Почти пятьсот шестьдесят минут. Забить в лед. Сто шестьдесят восемь очков. За штуц вложение ходила на пакете Шестьсот девятьсот раз. И шестьсот семьдесят раз забивала на пакете ручков. Ну что ж, если у вас в порядке, кто думает, что это только Артишина? Кто думает, что это Анна Петровна? Кто за то, что это Мария Черепанова? Ваш верхник принят, дорогие друзья. Что ж, давайте узнаем всё-таки о том, что... Команда выходит на четвёртую четверть, которая, собственно, уже началась. Викторию Завьялову и Дарью Левченко у Лафланги на площадке оставляет им. В помощь он отредил Анну Петракова и Мумис Семан и Ольгу Артешину. У «Динамо» вновь в полном составе «Австралийский легион». Вот как раз сейчас под кольцом там отборолась Александра Бантон и позволила завладеть мячом Ксении Тихоненко. Также в игре Ольга Воробьёва и Камила Нацицекайте. Не забивает Тихоненко. Настоящую борьбу там ей сейчас навязали и Петракова, и Мисс Семан. Там чуть-чуть по локтю достается. Остаётся, тем не менее, мяч в распоряжении «Динамо». Которая, чисто теоретически, может ещё и на погоню рассчитывать. Но для этого нужно забивать всё и вот сейчас уже точно ничего не пропускать. А пока что очередной пас в никуда от Ксении Тихоненко, которая, однако, исключительно корректно действует. Помню я о сложностях с фолами, но я, отчасти, может быть, сохраняю эмоции для более пригодного случая. Артешина здесь не сумели разобраться. Бантон, ну и с такого положения, знаете, промахнуться очень сложно. 50-33. Ну, у Олафа Ланге, в случае чего, ещё таймаутов припасено. Столько ровно, сколько полагается во второй половине. Ну и вот не передерживать мячи. Завьялова заслужила, на что и говорит сегодня. Как минимум два набранных очка, может быть, даже и больше. Стремятся по-прежнему её нагружать мячами. Помогла ей заслоном сейчас Эмма Мессеман. И всё сделала правильно Виктория, но только чуть-чуть и такой бросок. Эбзери забивает в проходе из-под Мессеманы. 15 очков остаётся всего от преимущества у ГМК. Тут просто вопрос был в том, когда это произойдёт. В том, что Олаф Ланге так или иначе попросит Туринского столика минута, в этом, наверное, никто не сомневался. Туринского столика. Туринского столика. Эбзери забивает в проходе из-под Мессеманы. Вместо Завьялова и Улаф Ланги после таймаута выпустил Елизавету Комарову. Ну я думаю, что к Завьяловой какие-то есть претензии. Ну разве только за то, что не забила она мяч и Динамовки им завладели, пошла атака, которая завершилась в результате попадания Мэпсери. Ну тут можно многие теории вероятности проводить. Барич мажет из угла подбор на Цицикайте. Разгоняется сейчас с Эпсери. Находит Бантон. Ну а тут передача либо на Тихоненко, либо вновь на на Цицикайте. Какая умница сейчас Лиза Комарова перехватила этот мяч. И вот не везет сегодня с этим плюющимся кольцом. Ну что сейчас опять творит? Сначала Барич, потом сама Комарова. Миссыман оставляет. Еще 9 секунд есть. Там можно придумать атаку. Барич сейчас главное выйти из-под этого высокого давления со стороны на Цицикайте. Миссыман разворачивается и наконец забивает. 52-35 крайне важно было сейчас это попадание для УГМК. Пусть преимущество и 17 очков. Но не дать Динамовкам организовать погоню. А Комарова тут едва уже третий перехват не соорудила. Аплодисментами там ее активно подбадриваются скамейки запасных. Двойная замена у Динамо. Уходит Эсбери. Обеих австралиев убирает Владимир Штам. Вместо них выпускает Пасынкову и Псареву. Которые сегодня особо к себе ничем ее пока что не проявляют. Псарева пару очков набрала. Не забивает на Цицикайте. Но когда против тебя сразу и Виеру и Нолан защищаются. Тут очень сложно даже пространство-то свободное выбрать. Не говоря уже обо всем остальном. А вот здесь Виеру бросало и перебросило кольцо. И вновь Ксения Тихоненко в защите отработала чисто. На Цицикайте Псарева там уже набегала на этот мяч. Но чуть-чуть припоздала. В результате вместо легкой передачи пришлось ей бороться за сложный подбор. И ни к чему хорошему для Динамо это не привело. Но впрочем Никобарич здесь тоже завозилась скидка. И опять же все игроки у ГМК выключились из борьбы. А одна только Лиза Комарова навязала борьбу. И не дала точно бросить. Да еще и потом мяч этот забрала. Вот все-таки красавицы молодые баскетболистки у ГМК. И Комарова, и Завьялова, и Левченко. Ну и... Я еще раз говорил и повторю снова. Как минимум по одному точному броску с игры сегодня и Комарова, и Завьялова заслужили. Ну не знаю выпустить ли у Лафланги Завьялову еще сегодня. А Комарова снова классно провела вот этот отрезок. И главное без фалов обе девчонки. А в борьбу лезут будь здоров. Комаров. Нолан. Вот сейчас был момент, когда там проникающий под кольцо делает. Но может быть не рассчитывала она, что у Комарова вот это чутье откроется. Пробегая случайно подхватить и переадресовать по назначению. Бросок со средней более подготовленной. И более такой классический вариант завершения атаки. Но и с ним ничего не получилось. Кому фолл? Диане Нолан. Здесь все-таки на Ци Ци Кайта была с мячом. А посему и правда на ее стороне. Это, кстати, всего лишь первый фолл за 4 минуты четвертой четверти. 52.35. Ну скажем так, относительно пока еще есть какие-то надежды у Динамо. Но здесь опять же нужна серия бросков и попаданий. Как минимум пара трешек. Это два очка от Варвары Псаревой. 52.37. За слонами Натальи Вьеру научились сегодня Динамовки бороться. Но при этом не всегда готовы к тому, что на позиции мощного форварда все чаще возникает Диана Нолан. Юркая, быстрая и способная действительно появиться где угодно. Ну вот сейчас она как раз всем видна. Сейчас как раз, как минимум, второе и третье касание точно сделать доведется не ей. Барич вновь подключает Комарову, который, помогая за слоном Натальи Вьеру, и Лиза на себе вынуждает сфалить опытнейшую Варвару Псареву. Это, конечно, не тот случай, когда о возрасте женщин говорят, либо не говорят. Но у Комарова и Псаревой разница в возрасте 10 лет. Догадайтесь сами, в чью пользу. Барич здесь просто прикрыла эту зону Татьяна Рябова. Екатерина Рябова, прошу прощения. Там, если бы Нолан не успевала, то только на касание оставалось надеяться. Ну и, в принципе, это тоже сработало. А сейчас Нолан забыли. Видно, что Эсбори уже то ли выдохлась, то ли как-то эмоционально уже не считала нужным вести борьбу до конца и защищаться вот именно в этом эпизоде. Но Диане Нолан наверняка об этом думать точно не следует. Она забила два очка. Она чуть не перехватила мяч, и перехватила-то его снова Елизавета Комарова. Ну просто фантастику сегодня демонстрирует эта девчонка. И фалят на ней. Этот бросок засчитан не будет. Да, успевайте ловить вот этот момент, когда юная баскетболистка УГМК не просто так на площадку выходит, когда уже счет убедительный, и для победы ничего не надо. Как раз формально-то еще ничего и не ясно. Ну, правда, 17 очков за 5 минут можно, наверное, отыграть. Но хотя бы подтянуться. Наталья Вьеру тем более не попадает. Вот говорил я о полтиннике. Так ведь УГМК всего 4 очка набрала в четвертой четверти. Крайне низкая у Лисиц результативность после большого перерыва. Вы можете себе представить, даже 20 очков УГМК во второй половине еще не набрала. Хотя, казалось бы, именно такое количество баллов для подопечных пола фаланги. И это не сложная задача, а, в принципе, из тех, что входит в разряд по умолчанию. Заслон Миссиман, сброс Вьеру. Пошла передача Комаровой на Эму Миссиман, которая тут мяч едва не потеряла. Комарова на всякий случай уже в углу. Увидит ее сейчас Ника Барич? Нет. Ника выпрашивала фолл. И здесь совсем не кстати попала сначала под блокшот Варвары Псаревой. Ну, а затем уже атаку Рябовой срывает Наталья Вьеру. Абсолютно не понял я логику этого фола. Дарья Левченко вместо Дианы Нолан. Ну, Мария Черепанова сегодня, судя по всему, уже не сыграет. Возможно, какое-то у нее повреждение. Возможно, по каким-то другим причинам решил ее сегодня активно тренерский штаб не задействовать. Ну, сначала активно, а сейчас уже и на постоянной основе. Бантон со средней дистанции не забила. И Тихоненко последний коснулась этого мяча. У Ксении, естественно, диаметрально противоположное мнение. Но арбитров оно явно не интересует. Левченко. Чуть ли не впервые попытка двойного прессинга. И то Ольга Воробьева сразу же отступила. Ну, Эсбери тут прихватывает Нику Барич по максимуму. Тем не менее, передача точная на Дарью Левченко. А все это на достаточно тонком расстоянии боковой линии. Левченко на Комарову. Ну, забьет. Нет, опять в сторону идет мяч. Но там молодец. Мессеман его отвоевала. Борьба Вьеру и Бантон. И от Австралики покидает мяч пределы площадки. 3.25 до конца. Анна Петракова вместо МЭМ и Мессеман. Ну, вот я говорил, что Динамовки много не забивают. Ну, ГМК в какой-то степени им взаимностью отвечает. Ну, посмотрите потом итоговую статистику. Сколько там кто чего намазал. Сейчас уже все-таки следим за игрой в режиме здесь и сейчас. И вновь попытка Комаровой бросить не приносит результата. Динамовки в ответной атаке. Эспери на Цицикайте из угла и на Сейрос точно. 54.40. 14 очков за 3 минуты. Ну, вот будь такое преимущество чуть-чуть пораньше установлено. Ну, может, еще делали бы ставки. Ну, а сейчас... Сейчас Динамо, если из минус 10 удастся выйти, это уже будет маленькая победа. Наверняка на такое никто перед началом матча не рассчитывал бы. А тут еще, видите, Петраковой как не везет. Успевает Бантон забрать подбор. Разгоняется Эсбери. Ну, естественно, сейчас уже фалить будут виситься. Благо, пока этот фолл не пробивной. Третий персональный. Третий командный. Ну, да, и третий персональный, собственно, у Ники Барич тоже. Там у Нолан, кстати, 4 фола. Вот почему еще Олаф Ланге ее заменил. Ну, и Владимир Штамб берет свой второй тайм-аут. Как бы тут сейчас не растянулась у нас концовка. Но все зависит от того, как сейчас УГМК проведет свою атаку, а Динамо потом ответ. Вот если Динамовки сейчас, как говорится, два штрафных забьют, потом отзащищаются и бросят, как минимум, трешку, ну, тут еще какие-то шансы появятся. И то там 9 очков останется от преимущества. А для этого нужно будет, как минимум, еще две дальние. Точная попытка. Но в любом случае, игра сегодня однозначно удалась. Не скучная, где-то нервная. Может быть, не самая результативная. Но для УГМК, во всяком случае. Тем не менее, лисицы показывают нужный результат. И еще раз напоминаю, какой плотный у них в ближайшие дни календарь. В четверг, 13 октября, в Югнамо. Матч 1-4 финала Кубка России со Спарта НК. 16 октября в это воскресенье в Гифсе матч Премьер-лиги с Енисеем. В 7 вечера начало. Приходить, естественно, пораньше. 20 октября в четверг. Суперкубок Европы во Франции. Вильнюк в Даск. Матч с одноименной командой. Затем 26 октября. Старт Евролиги. Выездной матч с испанской Авенидой. А в Испании всегда непросто играть. Хотя к тому моменту наверняка уже и до Уразии. С Грайнер и Литл подтянутся. Тем временем Эсбери забивает из-под кольца. 54-42. Ну и 30 октября у ГМК играет с московским МБА. Вот такой вот календарь игр в октябре. Это сколько у нас получается? 5. И плюс до этого еще 8 матчей в октябре. Ну наконец-то! Наконец-то Елизавета Комарова забила. Она заслужила эти 2 очка. Все-таки наступила она там на линию. Ничего страшного. 56-42. Ну и вот это попадание все равно, мне кажется, стало определяющим. Да, есть еще время. Но нет у Динамо сейчас даже броска по кольцу очередной перехват. И Елизавета Комарова уже спокойно идет вперед. Уже не обращает внимания на капитана Динамо Ольгу Воробьеву. И пусть там на ЦЦК это едва не отобрала мяч у Ники Барич. Ника, если что, с собой такие номера не позволит сделать. Второй подряд бросок у Комаровой не удался. Нужно идти в защиту. Фолит сейчас Анна Петракова на Эсбери. Тоже, в принципе, делает это. Эбзери делает это, в принципе, тоже логично. Поскольку фол не пробивной. Ну и минута 20. Минута 20 до конца. Но все-таки будем уже считать матч. И все-таки выбирает у ГМК лимит командных замечаний. Там, правда, у Олафа Ланге конкретно к этому нарушению претензий, конкретно к этому решению арбитра претензий возникает. А, там обоюдный, в конце концов, зафиксировали. Ники Барич. А почему тогда штрафные не бросают, если пятый? Или это в нападении было, считается? Так Динамо сейчас нападает. Ну, что-то тоже здесь непонятно. Баттон. Сложнейший мяч из-под кольца забивает. И одиннадцатое свое очко. Набирает 56-44. Ну, теперь вся интрига в том, выйдет ли Динамо из минус 10. Виеру. Цепляются сейчас обе австралийки в нее, как клещами. Эх, давненько мы не видели противостояния России и Австралии с Олимпиады в Лондоне. Но там, правда, Виеру... А не Виеру там была. Не помню, была ли Эбзери и Левченко. Не попадает. Но подбор за УГМК, за самой же Дарьей. Вместе с Комаровой они. Тут, собственно говоря, уже и Виктория Завьялова. Ну и посмотрим, как сейчас эта атака завершится. А это просто великолепно. Пусть не Алиук, но проникающая передача. И два очка Дарьи Левченко. С прекрасной передачей Лизаветы Комаровой. Естественно, Динамовки сейчас будут фалить. Естественно, Штамп тут свой последний тайм-аут взял. Олаф Ланге, если что, ему там может и своим ответить. Ну пока, я считаю, это лучший матч московского Динамо против УГМК в Екатеринбурге. За последние лет, наверное, 10. Обычно все-таки Динамовки здесь проигрывали крупнее и пропускали больше. Но, опять же, тогда матчи приходились на уже разыгравшийся, вошедший в сезон, можно сказать, находящийся на пике формы УГМК. Плюс тогда не было сложности с составом. Сейчас все-таки определенный недокомплект у Лисиц есть. Но не будем на это ничего списывать. Просто-напросто констатировать. Так что сегодня обе команды, и вот с точки зрения зрительской, за игру, безусловно, стоит похвать. И за интригу, и за борьбу, ну и за зрелищность. Ну а как и Томас Эдмургис, у тренера, это уже непосредственно будет некомандное решение. Оценку непосредственно случат. Пресс-конференция будет выложена и на крупных сайтах, и на сайте РФБ. Полминуты остается играть чистого времени в матче УГМК «Динамо». 58-44. Ну понятно, что «Динамовки» сейчас будут стараться как можно быстрее забить, а потом еще на тактические фолы переходить. Эбзери, Нацицекайте. Ну что, их сейчас будут на броски выводить? Или там Воробьева попытаются найти? Да нет, время уже уходит. Раннего нападения, естественно, никакого не получилось. И судя по всему, даже бросить-то наверняка «Динамовки» не успеют. Мне все-таки занесла на Цицекайте этот мяч в кольцо. 58-46. Ну и «Лисица» уже бросать не будет. Все, матч завершен. У ГМК одерживает четвертую подряд победу в нынешнем чемпионате Премьер-лиги. А «Динамо» терпит первое поражение, но очень достойное, я думаю, тренерский штаб «Белоголубых» в принципе доволен. «Лисицам» удачи в ближайших матчах. Еще раз напомню, на этой неделе 13 октября в «Битном» четвертьфинал кубка со «Спарта» НК. Ну а в воскресенье, здесь же в «Дивсе», 7 вечера, очередной матч Премьер-лиги с «Красноярским» Енисеем. На сегодня все. Для вас работал комментатор Борис Аболин. До свидания. До новых встреч на баскетболе. И не только. Субтитры делал DimaTorzok